В эти минуты в овальном кабинете Белого дома должны начаться переговоры президентов Украины и США. Владимир Зеленский и Джо Байден встречаются впервые. Ожидается, что главы государств пообщаются как в составе делегаций, так и с глазу на глаз. О чем пойдет речь на встрече, узнаем подробности у моего коллеги из американской редакции RTV. К нам присоединяется Гарри Книгнинский. Гарри, приветствую. Какие темы, во-первых, заявлены и как предстоящие переговоры внутри штатов у вас там оценивают? Андрей, привет. Надо сказать, что встреча дважды переносилась из-за кабульского кризиса. Но зато Владимир Зеленский это второй лидер европейской страны после Ангелы Меркель, которого Джо Байден в качестве президента принимает в овальном кабинете. И я думаю, символизм и всевозможная знаковость это то, что сегодня после Афганистана далеко не на последних ролях находится. Потому что все союзники США и все, кто считают себя таковыми, нуждаются в дополнительных гарантиях безопасности. Никому сейчас не хочется оказаться на месте брошенных, подобно тому, как это произошло с правительством Афганистана. Поэтому я думаю, что сам факт встреч, он, безусловно, позитивно воспринимается в администрации Владимира Зеленского. Ну и если говорить о главных темах, это, конечно, военная помощь Украине, это ситуация в Донбассе, но и все же в первую очередь это Северный поток-2. И, ну, неспроста мы сейчас постоянно в эти дни вспоминаем о кабульском кризисе, просто он наложил отпечаток на отношения США, ну, пожалуй, со всеми странами мира. Все хотят понять, если 20 лет назад Соединенные Штаты говорят, что у них одна концепция национальной безопасности, которая налагает определенные обязательства на союзников Америки, а через 20 лет все это меняется. И всем хочется каких-то долгосрочных, что ли, гарантий. И если говорить о Северном потоке-2, тут не очень понятно, как Байден сегодня может помочь Украине. Да, опять же, вышло как с Афганистаном, когда что в Афганистане Байдену досталось наследие от его предшественника Дональда Трампа, который эту проблему, может быть, как-то и решал, но все расхлебывать пришлось Байдену. С Северным потоком-2, по сути, все то же самое. То есть Байден, когда заступил на свой пост, он так и сказал, что вы от меня хотите, да, я отменяю санкции, потому что газопровод практически достроен, он вот-вот будет введен в строй. Хотя, к чести Трампа, тот хотя бы вводил санкции по поводу Северного потока-2, а Байден, ну да, как я уже сказал, их отменил. Но вводить эти санкции Трамп вводил, ну а толку-то? Это против проекта газопровода активно выступали американские конгрессы. Это, Андрей, тот редкий и исключительный для сегодняшних американских реалий случай, когда американские и демократы, и республиканцы смогли до чего-то договориться, да, как раз по поводу Северного потока-2. Но Байден, во-первых, поздно было ему уже что-то делать после инаугурации. Ну и, во-вторых, все-таки в Северном потоке-2 была заинтересована Германия. А Трамп так испортил с ней отношения, что Байдену тоже пришлось каким-то образом их восстанавливать. Джо Байден избирался под знаменем реанимирования старых американских союзов, и ему было важно восстановить дружбу с Берлином. Правда, опять мы вспоминаем Афганистан. У президента США, что касается Афганистана, другой подход. Но это, пожалуй, другой сейчас вопрос. В такие дебри мы не будем погружаться. Все, что я пытаюсь сказать, что не очень понятно, что ожидать от Америки на фоне Кабульского кризиса. Очевидно, должно пройти какое-то время. В общем, США с Германией договариваются о том, что Вашингтон не будет препятствовать завершению строительства трубы, а Берлин в обмен взял на себя обязательство не допустить использования Москвой газового вопроса в качестве инструмента давления на другие страны, в том числе и на Украину. Не очень понятно, что конкретно Берлин тут сможет предпринять. В Киеве остались недовольны этой сделкой. Берлина и Вашингтона называли это энергетически и политически опасной сделкой для Старого Света. Ну и Зеленский называл Северный поток два мощным геополитическим оружием и средством шантажа и манипуляций. Еще один важный эпизод переговоров касался выделения Украины военной помощи. Владимир Зеленский уже договорился об этом накануне вчера с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Киев получит вооружение на 60 миллионов долларов за счет средств Министерства обороны США. Главным образом речь идет о поставках противотанковых комплексов «Джевелин». Ну и как считают в администрации Байдена, выделение военной помощи должно продемонстрировать, что США заинтересованы в безопасности Украины. Опять же, Андрей, не знаю, насколько убедительно это выглядит, потому что в Афганистан вложили миллиарды, говорили одно, потом говорят другое. В этой связи, кстати, в администрации президента Украины, опять призрак Кабула нас преследует, прозвучала интересная мысль, что вообще-то Вашингтон мог бы помогать Киеву в таком же объеме, как Афганистану. По данным Financial Times, заместитель главы президентской администрации Тимофей Милованов подчеркнул, что в отличие от афганского правительства, Украина хотя бы продолжает бороться, Украина продолжает, цитата, противостоять российской угрозе. Но вот выхода к прессе какого-то пока что не планируется. Накануне встречи отмечалось, что не будет совместного заявления, не будет пресс-конференции двух президентов. Но вот посмотрим, все-таки поменяют ли лидеры Украины и США свои планы. Но, во всяком случае, пока нам неизвестно о каких-то брифингах. Добавлю, что Владимир Зеленский планировал еще и посетить Калифорнию, встретиться там с главой Apple Тимом Куком и с главой SpaceX Илоном Маском. У него, кстати, уже была встреча, если говорить о космической тематике, с директором НАСА. И Владимир Зеленский говорил о том, что Украине есть тут что предложить американским партнерам. Андрей. Что ж, ну пока встреча еще не началась. Я думаю, что по ходу эфира мы еще вернемся в Вашингтон, где должны встретиться впервые Джо Байден и Владимир Зеленский. Мой коллега Гарри Книгницкий в прямом эфире был из Америки. О, вот встреча, которая стартует с минуты на минуту, напомню, Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский должны встретиться впервые. В Киеве испытывают большие надежды на эти переговоры. Украинские политики рассчитывают услышать от Вашингтона не только слова поддержки, но и готовность предоставить финансовую помощь или новые кредиты. Об ожиданиях истеблишмента и простых украинцев мой коллег из Киева Антон Полищук. Двухдневная поездка в Вашингтон – один из самых событийных и насыщенных визитов Владимира Зеленского с момента избрания. Встречи в американской столице посвящены деньгам и партнерству. В сентябре 2019-го Зеленский был в Вашингтоне с рабочим визитом. Встреча с тогдашним президентом Дональдом Трампом запомнилась протокольными фото и заверениями о поддержке Киева Белым домом. От переговоров с Байденом ждут большего. Общество и политические элиты ожидают, что Байден наведет порядок в украинской политической системе. Что именно эта встреча определит те элементы поддержки со стороны Запада, которые оказываются у Украины. Прежде всего финансовой, военной, политической. Министерство энергетики США – первое место, куда отправился Зеленский. С американцами президент подписал меморандум об инвестициях в атомные электростанции. Компания Вестингхаус займется модернизацией украинских АЭС. До сих пор Киев зависит от поставок топлива и комплектующих российской компании ТВЭЛ. Если его притворить в жизнь, это будет большой позитив для Украины. Вопрос, каким образом это сделать. Огромное количество нюансов, технических, кадровых нюансов. Вопрос денег – 30 миллиардов долларов. Где их взять? Экспертов особо впечатлил бюджет проекта на 30 миллиардов долларов. Если американцы выделят такую сумму, это будут самые масштабные инвестиции в украинскую энергетику. В то же время обозреватели считают, сегодня Киев услышит окончательную позицию Вашингтона. Будут ли компенсации после запуска второй нитки газопровода «Северный поток-2». Вероятность получить что-то больше слов поддержки минимальна, считают обозреватели. Процитирую вам заявление одного из немецких политиков, одной из партий Буддестага. Почему немецкие плательщики налогов должны что-то компенсировать украинским плательщикам налогов? Я думаю, приблизительно такая же логика и у штатов. В зале национальной библиотеки команда украинского президента собрала представителей американских аналитических центров. Владимир Зеленский раскрыл детали своей новой программы реформ. Намерен превратить Украину в цифровой инфраструктурный и аграрный хаб. Это цитата. Нужны деньги размером в 10 годовых бюджетов страны. Президент презентовал план трансформации государства. Новый документ описывает видение его команды, как развивать страну в ближайшие 10 лет. Владимир Зеленский почитал и конкретную стоимость преобразований – 277 миллиардов долларов. Больше четверти триллиона долларов пойдут на реализацию 80 проектов, уточнил президент. Они уже детально прописаны. Сохранность американских денег Зеленский гарантирует лично. Обещает быстро провести антикоррупционную и реформу правосудия. Документ содержит конкретные экономические инвестиционные проекты. Если их реализовать, экономика Украины окрепнет. Он положительно отразится на наших экономиках – Украины и Соединенных Штатов. Несколько огорчил украинскую делегацию формат переговоров с Джо Байденом. Их трижды переносили. В итоге ограничились двумя часами общения президентов без совместной пресс-конференции. Украина рассчитывала, что эта встреча трансформируется в такой саммит целый, где будут обсуждаться вопросы соглашения о безопасности, финансовой и военной поддержки, поддержки вступления Украины в НАТО. Что этот саммит станет определенным рубиконом, после которого Украина получит больше возможностей и получит четкую дорогу на Запад. Первые итоги американской поездки Владимира Зеленского украинская власть считает крайне успешными в финансовом плане. Накануне Пентагон пообещал выделить 60 миллионов долларов украинской армии, 463 миллиона долларов Киев получит на развитие демократии до конца года и еще 60 миллионов на гуманитарные проекты и борьбу с коронавирусом. Антон Полищук, Максим Плоткин, RTVI, Киев. К нашему эфиру присоединяется научный сотрудник Центра внутриполитических исследований Института США и Канады РАН. Я приветствую в эфире RTVI Александру Филипенко. Александр, добрый вечер, спасибо, что нашли время на наши вопросы ответить. Вообще, Украина для Белого дома сейчас это скорее такой периферийный регион, не представляющий, может быть, какого-то особого стратегического интереса. Или же, памятуя о некогда вот этих тесных связях сына Джо Байдена с украинским бизнесом, эту встречу предстоящую не стоит недооценивать. Как вы думаете? Ну, для самого президента Байдена Украина достаточно важная точка. Вы уже упомянули ситуацию с сыном президента Байдена. И сразу вспоминается, конечно, импичмент президента Трампа. Но нужно сказать, что вообще в целом президент Байден в качестве вице-президента был руководителем администрации Обамы по Украине как раз. И он очень глубоко в этой теме, он действительно знает все, что происходит. Для него эта тема не какая-то далекая. Но в данный момент для США и для американских избирателей абсолютно определенно в целом внешняя политика отходит даже не на второе, а на какой-то уже третий или четвертый план. И вывод из Афганистана тоже это подчеркивает реакцию американцев на этот вывод, несмотря на все сложности с ним связанные. Поэтому для американских избирателей сейчас действительно оказывается, что Восточная Европа и даже Европа в целом не такой важный регион. Гораздо важнее Азиатско-Тихоокеанский регион и партнеры, собственно, на американском континенте. Однако для президента Байдена, да, это очень понятный регион. И он хорошо знает, что происходит. Владимир Зеленский не раз в последние дни недели говорил о том, что попросит Джо Байдена о новых санкциях против России за Северный поток-2. Как вы думаете, Москве стоит ждать каких-то новых, действительно, по факту, ограничительных мер? Или же вопрос с трубопроводом этим уже можно считать закрытым после того, как много было переговоров из Германии, в том числе у штатов и так далее? Ну, сложно, конечно, точно что-то предсказать. Но по ощущениям, кажется, что для США, для Европы вопрос по большей части закрыт. И сейчас я предполагаю, что большая беспокоенность, и вообще у Администрации Зеленского, а также для многих союзников американских, это большая беспокоенность называет вот этот внезапный хаотичный уход из Афганистана, который, в общем, поднимает вопрос об обязательствах США в области безопасности. Поэтому сейчас уже даже, может быть, не экономические вопросы, которые, как представляется, в общем, были уже так или иначе решены, и действительно достигнуты явно какие-то договоренности, а уже все переходит в плоскость безопасности. Поэтому сейчас Украине очень важно увидеть такую явную демонстративную поддержку со стороны США. И действительно, понятное дело, что часто эта обеспокоенность, она выражается исключительно на словах. Но по вопросам безопасности, в первую очередь, мне кажется, вот это будет обсуждаться даже уже не «Северный поток-2». То есть, конечно, он будет упомянут, но полагаю, что большая беспокоенность вызывает безопасность. Александр, еще много внимания в прессе уделяется формату встречи Зеленского и Байдена. Там не будет совместной пресс-конференции. Вот эти вот протокольные детали, по-вашему, насколько они важны? Они вообще о чем-то говорят статусным? У нас буквально минута. Ну да, конечно. Это всегда вот эти все маленькие тонкие моменты, переносы встреч, когда время двигается. Это все, конечно, очень важно. Но сейчас, понятное дело, всю повестку дня занимает вывод из Афганистана и теракт, произошедший в Афганистане и гибель американских солдат. Поэтому, конечно же, президент Байден в первую очередь ориентируется на граждан США по составлению своей повестки дня. И сейчас так получается, что вопросы Европы действительно уходят куда-то на второй, на третий план. Ну вот срочные новости по каналам агентства ТАСС. Приходит Байден на встречу с Зеленским, заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне исходящей от России угрозы. Довольно ожидаемое заявление. С нами на связи научный сотрудник Центра внутриполитических исследований Института США и Канады Александра Филипенко. Продолжение следует...